Всем привет, с вами Кодек и мы потихоньку возвращаемся к обзорам. Сегодня у нас Лягу Кико Пауэр. Для начала о бренде. Лягу это компания, которая в основном делает бюджетные устройства, которые являются ценой 3-качества. И это огромный плюс. Чтобы вы понимали, для примера возьмём Престижо. Аж мурашки по коже. Они делают что-то из говна и палок и называют это техникой. В основном их проблема в том, что они ломаются за короткий срок использования. И качество самой продукции желает лучшего. Про Лягу так сказать нельзя. Хотя, честно говоря, когда я увидел цены на их телефоны, я подумал, что это явно что-то полурабочее из остатков других бюджетников. Но каково было моё удивление, когда это оказалось не так. Лягу Кико Пауэр. Встречайте. Комплект. Опять же одна радость. Сам телефон, блок зарядки, провод и ещё чехол. Плюс на телефоне уже наклеена плёнку. Ну не здорово ли внешний вид? На фото телефон выглядит хуже. Но когда я взял его в руки, меня порадовал этот смартфон. В руке лежит хорошо и чувствуется добротная сборка. Впереди у нас 5-дюймовый экран с HD разрешением, то есть 1280 на 720. И это в телефоне за 4300. Также слуховой динамик, датчики и фронтальная камера на 5 мегапикселей. О ней чуть позже. Сзади двойная камера, одна 8 и другая 5 мегапикселей. О них чуть позже. Достаточно яркая вспышка, динамик и сканер отпечатка пальца. Слева ничего нет. Справа кнопки регулировки громкости и кнопка включения. Сверху разъём для наушников и для зарядки. Снизу разговорный микрофон. Характеристики. И теперь самое интересное. За эти деньги вы получаете. Как я уже говорил, 5-дюймовый IPS-экран с HD разрешением. 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. Батарею аж на 4000 мАч. Фронтальную камеру на 5 мегапикселей. И две основные на 8 и 5 мегапикселей. Основной смысл в том, что это как бы две разные камеры. То есть смысл в том, что их две нет. Обычная камера на 8 мегапикселей и 5-мегапиксельная чёрно-белая камера. Примеры фото с этой камеры вы можете оценить прямо сейчас. Ну и очень бюджетный и достаточно древний процессор MTK6580. На простые игры его полностью хватит, но если что-то более сложнее, то уже будут проблемки. И небольшой вывод. Так стоит ли покупать данный смартфон? Конечно же да. За 4300, 2 гига оператива, 4000 батареи, хороший экран. Отличный вариант, если вам просто нужен нормальный телефон, который не будет садиться за 2 часа и быстро работать. Ну а на этом всё. С вами был Кодек. Подписывайтесь на Инстаграм. Ссылочка в описании. Подписывайтесь на этот канал. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok